Я сейчас тут, в принципе, сцена, да, линия. И простая линия, можно сказать, ее можно поделить на горизонталь и на вертикаль. Нет. Одну секунду. У нас вот так, ну да, линия. Да, хорошо. Хорошо. Ну, так мы, собственно, так упрощаем реальность, да. То есть, и нам надо выбирать реальность, упрощать ее, ее как-то воспринять. У нас, в итоге, сразу очень забавный эффект. Когда мы, например, можем видеть простой треугольник, и у нас он может ассоциироваться с ножом. Вот добавят еще прямоугольничек, треугольничек, и вот он уже похож на нож. И хотя образ ножа и сам нож под хорошим очень сложный, но у нас появилось вот это свойство, в принципе, в очень простом объекте, в простой форме. Мы можем видеть уже, ну, на самом деле, не нож. Мы на самом деле там видим все колючки и режущие предметы, которые вообще в этой жизни встречались, да. У нас просто какая-то ассоциация с колючь и режущей. И оттуда идут просто вот эти состояния эмоций и динамики, которые есть даже в простой форме. И поэтому, собственно, я буду сейчас эти вещи рассказывать, начиная с вертикали и горизонтали. Вертикаль горизонталь у нас статичнее, и если горизонталь, она в спокойствии находится, то вертикаль у нас напряжение. То есть она превозмогает как-то земное протяжение, поэтому и нависает на знании, она всегда у нас отсутствует с напряжением. Все, как бы, все диагонали, они будут динамичными. И то же самое относится к пластичным линиям. Только пластичным линиям сейчас мы с ними чуть-чуть интереснее и сложнее. Так вот, кроме собственного направления линий, линия всегда есть направление. И так как мы часто всего работаем не просто с линией как в геометрии, а все-таки с отрезками, то в отрезок еще есть, так сказать, сила отрезка в окончании отрезка. И отрезок очень легко направить, если нарисовать какую-то точку или объект дальше. Все, вот эта линия направлена сюда. И срок для этого сила точки в том, что она захватывает всю область, всю массу как бы вокруг нее. То есть вот если сейчас вокруг этой точки нарисовать несколько линий, то вот эта вся масса захватывается точкой и значение точки будет расти именно к захвату этой территории. То есть вот на этих отечественных связях. И это важно, потому что вот массы большие, они стоят только не первыми по восприятию. Вообще первыми силуэтами, но дальше, как бы если мы смотрим на массы дизайна, то есть, в общем-то, первое, что захватывает, это такие большие массы категории. И поэтому, если вы забиваете весь дизайн под детализацией, то, по сути, вы теряете очень самое важное преимущество. Вы, собственно, теряете густоты, которые могут хорошо привлечь внимание, если туда что-то направлю. Вот, это начинается работа с направлением. И дальше, конечно, есть разные по характеру. Может быть такая ломаная линия, может быть такая пластичная. Условно, больше наш человеческий мир и больше, как бы, такой роботизированный мир, механический мир будет больше на параллельных линиях и больше на ломаных линиях. А вот эти гибкие, это животные. Ну, это легко понять, если встретить спутниковые снимки гугла наших городов и, например, как сусыни и лесов. Там все гибкое, пластичное, а мы все упорядочиваем. Это опять же возвращается к тому, что нам сложно работать с большими категориями информации, мы их упрощаемся. Вот. И есть тут еще линия красоты, так называемая. Вот эта линия, которая гибкая. Вот эта линия, S-образная линия, у нее свойство в том, что она считается линией красоты. И именно поэтому нам кажется, что кошка там гораздо пластичнее собачки. Ну, как минимум, грациознее, красивее. Что-то нужно поспорить. Ну, как минимум, грациознее. И то же самое, там лошадь грациознее коров. Например. То есть у них больше вот этих пластичных линий. И вот. Причем, свойство этой линии красоты, можно сказать, она зацикливает взгляд. Она у вас так. Она строит такую петлю. Вот она вот такая, да. И, в общем, как и все линии, по ним придется взгляд. Динамика в вашей работе, в вашем дизайне, это именно движение взгляда. И когда вот здесь двигается взгляд, то получается он так двигается, двигается, а здесь дальше как-то зацикливается и соединяется. Замечательно такие восьмерочки. Они оптические, да. Но, в принципе, это вот одно из объяснений, почему он зацикливает взгляд. Почему он останавливает внимание. Точно так же можно сказать, что он круг зацикливает взгляд. Но, на самом деле, не совсем. Рук, концентрирующая форма, точно так же, как точка. Он зависит от того, какого он цвета. Он может либо впитывать, либо отдавать, либо отталкивать, либо привлекать. Но это концентрирующая форма. То есть он будет привлекать внимание к тому, что в середине. И недостаток только в том, что, ну, ты посмотришь на то, что в середине. Ну, тут очень быстрая, тут очень четкая асимметрия, очень быстрое восприятие такое. Из-за этого, собственно, ты как бы не задерживаешь взгляд. Ты только смотришь в сектор. И если там нет ничего действительно интересного, и там, что-то детали забавные, то ты очень быстро там не потеряешь свой взгляд. А здесь, получается, ты зацикливаешь. Поэтому часто, и как в анимации часто используют такие гибкие формы, да, что с одной стороны анимации не может тебе позволить огромную детализацию, и не только потому, что не может позволить, как на примере как раз, в 3D net worth Europe, не только потому, что она не может позволить технически, вот там в комиксах часто, может, технически не могут позволить. Но часто можно увидеть, что в комиксе каком-то все сильно детализировано, а все детализировано, а воспринимается это грустно, да. Там, как будто это отдельная информация, отдельные иллюстрации, Лист не считается, а отдельные инфляции хорошие. Именно потому что, действительно, это сложно воспринимать эту форму, создать хорошо организованный лист с одновременно большой детализацией. Вот, хорошо. И дальше идут всякие разные формы. Собственно, в линии сливаются формы, и тут есть базовые такие формы. Тут же конститурирующая внимание форма, одновременно она такая философская форма. Тут есть такой простой пятос психологии. Типа, когда детям выдают выбрать какую-то фигуру, те, кто играет в квадратики, вот будущий хороший исполнитель, те, кто треугольники, они лидеры, например, будущие, те, кто другие, философы, а зигзаги — это мы. Творческие. Но и, в принципе, оно там работает. То есть круг — это такая конститурирующая философская форма, считается. Там дальше квадрат очень такая стабильная, жесткая форма, не двигается. И она вот при своей статике, да, она может стабилизировать что-то, но она может быть, опять же, там прямоугольником тоже в спокойствии, максимально стабильной, может быть в напряжении. И можно сразу же и достигать этого разбиения формы. То есть если вам надо, грубо говоря, есть такой персонаж, но вы хотите повысить его напряжение, то можно его побить вот такими линиями. Если он такой же, но хочется его стабилизировать, то нужно и вот так. Ну, в смысле, это работает и не только как в целом форма, но и... я, конечно, нарисовал, так что прям все понятно. Но я надеюсь, идея понятна, мы дальше порисуем все-таки персонажа. Вот. И дальше есть там треугольник, который тоже может быть равносторонний, достаточно стабильный такой. Вот. Но... Но он, может быть, как бы и максимально нестабильный. И мы, в принципе, всегда подозреваем основание, и мы надо так привыкнуть к нашей Земле, что мы подозреваем, что основание есть, даже если у вас те треугольники летают где-то в космосе. И, конечно, треугольник — это всегда динамичная форма, там всегда есть в диагонали, и он может быть схожен в суржнамике, это самая указующая и самая агрессивная форма. И, в общем, лидерская форма. И, в итоге, это все... Что? У нас, в принципе, да, три основных. Но, на самом деле, все это сливается и может очень сильно меняться в зависимости... То есть, как бы, вот эта база какая-то. Но дальше можно легко создать некого такого персонажа, который будет вот такой себе... Вот он, да, он вроде бы такой округлый, но устойчивый. Вот ему дали устойчивость. Но дальше мы можем, например, подчеркнуть эту устойчивость и делать его закрытым. Например, вот так вот. Давайте здесь увидим, что... Ну, в принципе, тут, конечно, ничего такого. Да? Чтобы вы видели, что здесь еще все гораздо лучше. Вот. попробуйте безопаснее. Будьте удобнее? Принед �viously. Б prospectи 6 ury506 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...